О чем я могу думать 3 марта в четверг? В четверг, в четвертый день на неделе. О рыбе? Нет, о том, что каждый четвертый крымчанин у нас мечтает совершить кругосветное путешествие. Каждая четвертая у нас красавица мирового масштаба. Каждый четвертый молодец. И каждый четвертый человек у нас пенсионер. Да? Да. Вот такие-то дела. Наша любимая тема о пенсии задуматься никогда не рано. И сегодня у нас в гостях Наев Максим Иванович, руководитель группы организации учета процесса инвестирования отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым. Доброе утро. Доброе утро. И мы сегодня побеседуем о средствах пенсионных накоплений. Да. Ну, нашу беседу хотел бы начать с поздравления от имени Пенсионного фонда всех наших дорогих и любимых женщин с наступающим праздником. Пожелать им замечательного праздничного настроения, улыбок, семейного счастья, благополучия, ну и, конечно же, здоровья. Оставайтесь всегда такими же обаятельными, красивыми и в хорошем настроении. И в хорошем настроении. А хорошее настроение всегда, вот знаете, что поднимает, это то, что ты знаешь, что у тебя есть накопление и ничего тебе не страшно. Вот что такое средства пенсионных накоплений? Ну, средства пенсионных накоплений, они формировались у граждан материковой России. Крымчане не формировали пенсионные накопления, поскольку мы в тот момент жили уже в другом государстве. И формировались они у следующих категорий граждан. То есть это жители 67-го года, граждане 67-го года и моложе. Вторая категория – это мужчины с 53-го года рождения по 66-й год рождения. И женщины с 57-го года рождения по 66-го года, за которые в период с 2002 года по 2004 год уплачивались страховые взносы работодателям с заработной платы. Третья категория – это те граждане, которые участвовали в программе софинансирования пенсии. Есть и в Российской Федерации такой продукт у пенсионного фонда. Это те граждане, которые успели в программу вступить до 31 декабря 2014 года и до 31 января 2015 года внесли свой первый взнос. Система была такая, что вносится определенная сумма, государство удваивает эту сумму, и эта сумма относится на накопительную пенсию. И еще категория граждан, которые направляли свой материнский капитал на формирование накопительной пенсии. Я хотел бы тут обратить внимание, что на прошлой неделе с большой скоростью по всем социальным сетям и мессенджерам распространялась следующая информация. Я хочу процитировать. Все женщины 1957 и 1966 года рождения, а мужчины 1953 и 1967 года рождения имеют право получить единовременную выплату, так как перечисляли деньги на страховую часть пенсии, только на досрочно до 1 марта 2016 года. В связи с чем пенсионный фонд опровергал данную информацию, поскольку, во-первых, со страховой пенсии не ведется никаких выплат, а выплаты ведутся с накопительной пенсии. Как я уже обратил внимание, что накопительная пенсия была, у крымчан ее не было, а была только у граждан материковой России. А порядок выплаты ее, ну, расскажем позднее. А куда нужно обратиться за получением средств этих накоплений? Ну, средства пенсионных накоплений, они выплачиваются в случае, если гражданин достиг пенсионного возраста по старости, тогда ему выплачивается это в виде единовременной выплаты. Причем тут сроков никаких нет, вот как указывалось в этом сообщении, до 1 марта. То есть достиг возраста, он обращается. Но подчеркиваю, это для жителей материковой России, которые я перечислил. То есть у крымчан этого нет. И второй момент, это имеют право получить правоприемники. То есть в случае смерти застрахованного лица правоприемники могут обратиться в любой территориальный орган пенсионного фонда по своему выбору, не обязательно по месту жительства. Какие вот нужно соблюдать сроки, уже имея на руках заявление, обращаться для того, чтобы сформировать эти накопления? Ну, срок для обращения в пенсионный фонд правоприемникам, он составляет по истечении 6 месяцев. То есть в этот срок, аналогично, как по наследованию, правоприемник может обратиться в пенсионный фонд по своему выбору. И только 6 месяцев? Если он пропустил этот срок, он может восстановить его в судебном порядке. То есть суды всегда с пониманием идут, и решение выносится без особых проблем. Какие документы необходимо предоставить для получения накопления? Значит, правоприемники могут быть двух видов. Либо по заявлению, либо по закону. Если застрахованное лицо при жизни оставило свое заявление в пенсионном фонде о распределении средств своих пенсионных накоплений, то это могут быть эти лица, указанные в заявлении. И либо та категория, которая является по закону. Здесь делится на две очереди. Есть правоприемники первой очереди, к ним относятся дети, супруги и родители. И правоприемники второй очереди, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки. Других категорий нет. И при этом они предоставляют документы. Ну, паспорт, удостоверяющий личность снилс умершего застрахованного лица, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родственные отношения. Здесь могут быть свидетельства о рождении. Если братья и сестры, значит, тоже свидетельство о рождении подтверждают, что общие родители были. И банковские реквизиты, на которые будут перечислены впоследствии эти накопления. Очень такая емкая информация. Возможно, кто-то не успел уловить каких-то нужных моментов в точности. Вот где еще раз можно ознакомиться? Говорю, что беседы с гостями мы выкладываем на сайте нашего канала. Вы можете повторно посмотреть. Но все же, например, в электронном виде где-то прочитать информацию. Эта информация есть на сайте пенсионного фонда в разделе «Будущим пенсионерам» о пенсионных накоплениях. Один из разделов о выплате пенсионных накоплений правоприемников. И вот такой момент, если вдруг возникает какая-то информация в сети, появляется, не стоит верить тому, что всегда пишут, всегда нужно проверить. Лучше проверить, уточнить. И все-таки всю такую адекватную информацию выкладывает пенсионный фонд на своем сайте. Для начала накапливайте информацию, чтобы получить накопление. А я все-таки думаю, что уже стоит задуматься, чтобы накапливать деньги, дабы все-таки совершить кругосветное путешествие, о котором мечтает каждый второй крымчанин. Большое вам спасибо за столь содержательный ответ.